Добрый день, очень рад всех вас видеть. Честно говоря, согласитесь, у нас одно из самых главных событий последних лет это все-таки появление Русского, потому что, если брать абсолютно очевидные вещи, бесспорные, именно вот сам уровень образовательной активности и возможность профессионально пообщаться, ну вообще у нас несоизмеримо по сравнению с тем, что было раньше, и особенно вот кажется мне удачный формат этого симпозиума, где сознательно лекторов просит докладывать все новое, и он все-таки носит достаточно такую самостоятельную роль вне зависимости от препаратов, вне зависимости от каких-то конкретных, так сказать, направлений. Ну, честно говоря, если взять лирическое отступление, то моя задача с каждым годом сложнее и сложнее становится. Сколько не говорят об интеграции наук, согласитесь, сообщения типа о том, что в такой-то опухоли нашлась мутация и поэтому препарат действует, они перестали быть фундаментальной онкологией, это достаточно очевидно. И я сознательно ни слова вам не скажу о подобных испытаниях, там не надо ничего уже глубоко понимать, все более или менее понятно. А вот что касается объяснять, что происходит в фундаментальной онкологии, то уже внутри специальности, даже самых близких уже специалисты, перестали друг друга понимать, потому что, допустим, наука о генах одна специальность, то, что делают специалисты с белками, уже генетики не понимают вообще. Сейчас биоинформатика появилась, анализ массивов данных, отдельные специалисты, клеточные эксперименты, отдельные животные, внутри животных мыши и крысы, абсолютно разные животные, там своя идеология. То есть уже внутри специальности, в общем-то, есть проблемы взаимопонимания, и тем сложнее, в общем-то, донести, что происходит, потому что каждая позиция требует отдельного вступления. Ну, так как мы пытаемся перечислить самые важные события, то так и будет мое построено сообщение. В общем, достаточно разрозненные будут наблюдения. Ну, посмотрим, что получится. Рак молочной железы, естественно, самая изучаемая опухоль, потому что, в общем-то, самая социально значимая и излюбленная модель, потому что там переплетаются разные науки. Ну, и в частности, то, что достаточно абсолютно очевидно и может понадобиться нам в клинической практике. Если мы говорим об эндокринной резистентности, понятно, что чаще всего она перекрестная. Согласитесь, если вы начинаете лечить женщину тамоксифеном, какое-то время есть эффект, когда вы переходите на ингибитор ароматаза, вторая линия, улучшение может произойти, а может не произойти. Чудо не происходит. Появились новые препараты, фазлодекс. Ну, тоже согласитесь, если его использовать в качестве там комбинации, не комбинации, извините, а в комплексе со всеми линиями терапии, все равно у эндокринной терапии есть какой-то предел, и подавляющее в большинство случаев это резистентность перекрестная. От того, что вы поменяли препарат, улучшение может и не быть вообще. Если будет, то оно краткосрочное. Но так или иначе, есть работы, которые, как мне кажется, они имеют прикладное значение. Посмотрите, что у нас есть, какие есть у нас способы эндокринной терапии. Тамоксифен – это препарат, который конкурирует с рецептором эстрогенов за эстроген. То есть связывается либо эстроген, и тогда сигнал делению есть, либо тамоксифен, он не дает связываться эстрогену, нет сигнала деления. У ингибитор форматазы или просто аварии и томии – совсем другой механизм. В нашем случае нет никакого взаимодействия с рецептором, просто снижается уровень системных эстрогенов. Поэтому рецептор не активируется. Ну и третий препарат появился, группа препаратов. Фазлодекс, он вообще разрушает рецептор. То есть независимо от того, какой уровень эстрогенов, действовать нечего. Посмотрите, какие работы. Брали пациента, которые на самом-то деле попали к нам из клинических испытаний ингибитора форматазы. Тысячи же больных приучались в эти испытания. Литрозол, Анастрозол, Экзамистан. Эти больные прогрессируют на лечении рано или поздно. У них брали диоксию. Уже очага, которая эндокринно-резистентная. Один из механизмов эндокринной резистентности. В рецепторе происходит мутация, которая повышает его чувствительность. В норме у нас определенный уровень, высокий нужен эстрогену, чтобы активировать вот этот сигнал деления. А происходит мутация, которая делает рецептор более чувствительным. Соответственно, даже на низкий уровень эстрогенов подобные клетки реагируют. Отсюда же очень важный практический вывод. Потому что мы-то понимаем, что резистентность перекрестная может не быть, но может не быть. Но когда произошла именно такая мутация, а частота ее высокая от 20 до 50% на фоне приобретения резистентности к ингибиторам ароматазы. Когда произошла такая мутация, возможно и осмыслены другие варианты. Это, например, тамоксифен и фазлокдекс. По крайней мере, вот эти изоформы рецепторов условных клеточных культур, они сохраняют чувствительность и к тамоксифену, и к фазлодексу. И отсюда совершенно практически вывод. Потому что известный вопрос, который сейчас, благодаря проявлению ингибиторов МТОР и ингибиторов циклинозависимых киназ, когда появились добавки к эндокринной терапии, обсуждается все более и более горячо. Есть ли основания задерживаться на эндокринной терапии? Или надо переходить на химиотерапию? Вот получается, что тут, по идее, если вы видите эту мутацию, то явно можно понимать, что какие-то запасные вообще возможности есть. И еще раз говорю, это мутации, которые появляются в ответ только на эстрогенную аблацию, только на применение ингибиторов ароматазы, на эстрогенную депривацию. Если пациентку лечат тамоксифеном, или если просто брать первичные опухоли, такие мутации встречаются, но очень редко. А это именно механизм адаптации рецептора к низким дозам эстрогенов. Трижды негативный рак молочной железы, излюбленная тема для обсуждения, потому что там нет таргетных препаратов, его любят обсуждать. Что для меня является, ну, сказать откровением, оказывается, если мы воздействуем на клетки, например, ракомолочной железы цитостатиками, то для того, чтобы токсорубицин вызывал регрессию опухоли, необходим еще дополнительно переопухолевый иммунный ответ. Как реализуется этот иммунный ответ? Или, по крайней мере, как он контролируется? Вот вы видели наверняка в литературе вот эти сети и дальше номер. Что это означает? На самом-то деле, CD означает «Cellular Determinant». И вот эти номера появлялись, их количество больше 100, там, 1, 2, 3, 4 и так далее, бесконечное количество. Это способы были в свое время сортировки лимфоцитов, когда пытались изучать мембранные белки лимфоцитов, и каждую новую детерминанту называли CD 1, 2, 3 и так далее. Но при этом у нас все эти детерминанты, ну, по крайней мере, у меня, ассоциируются с методом сортировки лимфоцитов, а на самом деле каждый из этих белков, он функциональный по-своему, разумеется. И, в частности, вот этот детерминант, CD 73, это фермент, который конвертирует аденозин в монофосфат просто в аденозин. Ну, опять же, биохимию кто-то помнит, есть аденозин-3-фосфат, аденозин-тифосфат, монофосфат, аденозин. Для меня большое открытие, что, оказывается, аденозин, который, в общем-то, ну, аналог аденина, компонент ДНК, он имеет важнейшую роль как локального иммуносупрессора. Что получается? Часть опухолей, к сожалению, экспрессирует вот этот фермент. В результате у них переопухолевая происходит иммуносупрессия, потому что аденозин-3-фосфат конвертируется до дифосфата, монофосфата, и в результате освобождается аденозин. Аденозин – это локальный иммуносупрессор. Вот если на такие опухоли, это данные пациентов, на пациентах, 6 тысяч пациентов, пытаться лечить их доксорубицином, при наличии вот этого фермента, экспрессии, результат лечения хуже. Почему? Потому что переопухолевая иммуносупрессия. А уже дальше опухоли на мышах, это же поверхностный белок, его можно инактивировать. Соответственно, если инактивируется CD73, то тогда потенциируется действие доксорубицина в опухолях на мышах. Почему я об этом рассказываю? Тут абсолютно очевидны среднесрочные перспективы, так скажем, практического применения, согласитесь. Следующее. Предрасположенность к раку молочной железы. Ну, не очень скромно, но я попытаюсь потратить какое-то время на описание нашего собственного исследования, которое было публиковано, и, в общем-то, оно, так сказать, какое-то роль сыграло. То, чем мы занимаемся очень длительное количество времени, BRK-мутации. BRK-мутация – это наследственный рак молочной железы. Присутствие подобной мутации в геноме женщины свидетельствует о том, что самый лучший способ – это сделать профилактические операции. Профилактическая мастектомия, профилактическая авариктомия. Данная манипуляция стала известной широкой общественности благодаря поступку Анжелины Джоли. У нее нашли мутацию и описали, в общем-то, что у нее индивидуальный риск 87%, на основе этого она сделала подобную операцию. Но, даже если брать вот эти показатели 87%, эти цифры, по-видимому, завышены, потому что они взяты из анализа родословных семей, где, в общем-то, злой рак, он был ассоциирован в наибольшей степени. Если возьмете популяционное исследование всех женщин подряд, точно риск не посчитать, но эта цифра не 87%, она опускается до 70-60%. Но это же очень важный вопрос. Вот у нас в лаборатории несколько сотен ВРК-носительных, в том числе и здоровые. Кто из них имеет высокие шансы заболеть, действительно приближается к 100%, а кто невысокие. Цена вопроса – это профилактические операции со всеми эмоциональными аспектами, которые вокруг этой проблемы. Соответственно, огромные усилия тратятся на то, чтобы все-таки попытаться разобраться, какие ВРК-носители заболеют, а какие не заболеют. И, разумеется, в первую очередь, пытаются найти какие-то меры профилактики. Ну, допустим, представим, что женщина-ВРК-носительница соблюдает диету, соблюдает еще какие-то правила, у нее риск повышается или понижается как. Ну, вот все эти исследования, ими занимаются огромное количество специалистов, и мы увлечены вот эти международные исследования, называются это модификаторы риска УРК-носительница. Они закончились, в общем-то, неудачей. Нам пока ничего нет, сколько не искали. Совершенно случайно, в ходе совсем других экспериментов, мы обнаружили, что у всех женщин, которые заболели раком молочной железы с УРК-мутацией, в геноме присутствует вторая мутация. Ген, который вызывает проявление функции БРК-1, он неизвестен. Этот ген называется GPRC5A. Он продуцирует белок, его функция неизвестна. Но так или иначе, наши цифры показывают, наши чисто статистические выкладки показывают, что да, те женщины, которые имеют БРК-мутацию, они нуждаются во второй мутации, чтобы проявилось заболевание. То есть это вот тот дополнительный фактор, который вызывает реализацию фенотипа. Самое главное, что когда говорят, ну по статистике, мало ли какие совпадения бывают, но мы провели серию экспериментов, которые показали функциональную связь с этими белками. Ну, например, экспрессия этих белков коррелирует как в условиях клеточной культуры, когда можно манипулировать экспрессией генов, так и в условиях реальных опухолей. То есть там, где высокий уровень экспрессии БРК-1, высокий уровень экспрессии второго гена. И наоборот. И более того, целый ряд экспериментов, опять же, с клеточными культурами, показывает, что все правильно. Если мы инактивируем ген GPRC-5A, вот этот ген-модификатор, то эффект такой же, как инактивация БРК-1. То есть эти два гена, они действительно действуют вместе, и это действительно модификатор риска. Еще про модификацию онкологической предрасположенности. Ну, опять же, это, в общем, да, звука для онкологов. Я думаю, что ко многим из вас обращались с вопросом. Скажите, пожалуйста, вот сейчас появились вакцины против попелома вирусов. Надо вакцинировать 12-летнюю девочку не вообще у знакомых кого-то, или не надо? Сложный вопрос, потому что что на сегодняшний день известно науке? Весь, без исключения оранжей и матке, развивается только уносительность попелома вируса. Это заболевание, где роль вирусного компонента абсолютно обязательная. Но, если вы возьмете эпидемиологические исследования, вообще на протяжении жизни в западной культуре 90% женщин в своей жизни имели попелома вирусную инфекцию. Если брать срез общества на сегодняшний день, взять женщин, которые репродуктивного возраста, у них в нашей стране, это наше собственное исследование, каждая третья будет инфицирована попелома вирусом. Является ли это основанием для того, чтобы наблюдаться, вакцинировать всех и так далее? Сложно сказать, потому что любая, в общем-то, вакцина, она несет риск аллергических заболеваний, а вот иммунных заболеваний, не любят злоупотреблять вакцинами врачи. И самая главная статистика говорит сама за себя. Если мы возьмем раки, шейки, вакки, все раки связаны с попелома вирусом, исключений нет. Но, если мы возьмем просто женщин, носительность попелома вирусов, ну дай бог несколько процентов из них заболеют раком шейки, вакки. А для остальных это носительство безвредное. Опять же, в общем-то, огромная масса усилий тратится на то, чтобы разобраться, для кого опасна попелома вирусная инфекция, а для кого не очень. Ну, в частности, сейчас появились новые маркеры для этого. И одна из интересных публикаций, которая указывает на то, что соотношение микро-РНК может выступать в качестве индивидуализации. У одной женщины попелома вирусная инфекция сопровождается раком шейки матки, будет, а у другой нет. Потенциально очень важное направление исследований. Хотя пока, конечно, никаких практических рекомендаций нет. Ну, вообще, именно с раком шейки матки, на самом деле, связано с одной из главных событий в онкологии. Вы, наверное, видели когда-нибудь про клеточную линию вот это название Хела, клеточная линия. На самом-то деле, за этой клеточной линией стоит колоссальная история. В 1920 году очень бедной негритянской семье родилась Хенриетта Лакс, она была пятым ребенком в семье, а спустя 10 лет осталась сиротой, потому что ее мама умерла при очередных ромах. Соответственно, отец не мог справиться вообще, содержать семью с 10 детей, и он роздал детей по своим родственникам, которые тоже жили очень бедно. Соответственно, Хенриетту Лаксу ее поселили к деду в комнату вместе с ее двоюзным братом, и первый ребенок у нее родился 14 лет. А, соответственно, к 31 году, когда она заболела раком шейки матки, ей был 31 год. Врач, который ее осматривал, он биопсию, участок опухоли, передал в патологическую лабораторию доктор Джордж Кей. Что сделал доктор Джордж Кей? Он просто поместил эти клетки в клеточную среду, в питательную среду, и обратил внимание, что в отличие от всех клеток, которые он видел до этого, их можно поддерживать в культуре. Когда брали обычные клетки и пытались их перевести в культуру, они какое-то время делились, а потом погибали. А вот эта клеточная линия, раковая линия, оказалась, ее возможно пассировать, и пассировать долго на протяжении многих поколений. Это колоссальное открытие. Вспомните, вы, может быть, опять же, слышали про лимит хейклика как основное свойство злокачественного роста. Нормальные клетки, любые нормальные клетки, если вы поселили в культуру, они сделали какое-то количество пассажей, и все погибли. Они не могут делиться больше нескольких десятков раз. А вот опухолевые клетки, они иммортилизованы, у них утерян блок репликативного потенциала, они делятся вечно. Это одно из самых главных свойств злокачественного роста, которое было открыто на примере линии Хелля. Линия Хелля безусловно чемпион по всем наукометрическим показателям. 74 тысячи статей посвящено изучению этой культуры. Первая вакцина против полиомелита, вакцина, изобретенная Джоном Солкома, удостойная Нобелевской премии, она получена благодаря тому, что ученые переполучили клетки человека и имели возможность с ними манипулировать. То есть за Хелля стоит, в общем-то, огромная история всего человечества. В этом году интересное событие. Впервые был опубликован геном, полногеномный анализ с этой клеточной линией. И, в общем-то, родственники Хенриет и Лакс, они ни на что не претендуют и не вступают ни в какие конфликты. Они все-таки вполне разумно указывают на то, что клеточная линия была получена без согласия больной, тогда вообще никаких фактических рекомендаций не было. Это был 51 год. А сейчас все-таки вот это распространение генетической информации, но оно сопряжено с какими-то непрямыми, но рисками разглашения персональных данных. Ну, так или иначе, недаром статья по полногеномному анализу Хеля заслужила место на странице журнала Nature, потому что, в общем-то, это клеточная линия, это, безусловно, колоссальное событие в условиях человечества, но еще, в общем-то, и показатель, насколько у нас этические нормы меняются и разбиваются. Дальше нам придется все-таки залезть в дебри фундаментальной науки, попытаться вспомнить то, что мы проходили в 10-м классе, в институте, хотя я понимаю, что для большинства людей это все равно, а для тех, кто работает в генетике, это очень важная наука. Как вообще генетический код кодируется? Генетический код кодируется следующим образом. Посмотрите, у нас есть три нуклея, всего у нас есть четыре нуклеиодина, аденин, гуанин, цитозин, тимин. В зависимости от их последовательности ДНК делится на триплеты и каждый триплет кодирует одну аминокислоту. Но возможных вариантах триплетов у нас 64, а аминокислот у нас всего 20. Получается, что у нас несколько триплетов кодируют одну аминокислоту. И всегда считалось, ну, в 10-м классе мы еще проходили что это способ защиты генетического кода. Не всякая мутация имеет последствия, не всякая мутация приводит к замене аминокислоты. Посмотрите на вот этот триплет, допустим, он кодирует пробин. Цитозин, цитозин, тимин и цитозин, цитозин, цитозин. Если тимин меняется на цитозин, ничего не происходит. Та же самая последовательность. Вообще-то так всегда считали, но современные данные говорят о том, что мы, похоже, немножко заблуждаемся. Потому что если взять статистику, то от 6 до 8 процентов мутации при раке это те мутации, которые мы считаем молчащими. И целый ряд косвенных данных говорят о том, что эти мутации отбираются при опухолевой эволюции и они имеют функциональное значение. И тут приходится считаться с новыми явлениями, которые мало пока являются объектом для изучения. Новыми явлениями в медицинской науке. Моя задача все-таки вам представить, потому что эти слова вы будете слышать все чаще чаще. Ну, всячески. Например, у нас есть такая догма один ген, один белок. Считается, что если мы ген знаем, то мы уже знаем белок. И вообще вот весь наш аппарат исследований, когда мы говорим мутация в рецепторе геномального фактора роста или мутация в гене ИРАФ или амортификация гена ХЕР2, они, в общем-то, интуитивно позируются на этой норме. На этом правиле. К сожалению, ситуация куда сложнее. Вспомните, ген состоит из кодирующих участков, которые называются экзонами, а мимо ними не кодирующие участки, которые называются интронами. Но, казалось бы, все просто. Вот у нас есть ген, и мы знаем его продукт. Красный экзон, желтый экзон, зеленый экзон, голубой экзон. Да, все в порядке. А на самом деле ничего подобного. Каждый ген, если вы возьмете реальную живую генку, продуцирует десятки различных изофоров. Вот, посмотрите, вот вам один продукт гена, вот вам другой продукт гена, да и белки получаются разные. То есть, у человека 30 тысяч генов, но количество белков, которые продуцируются этими генами, не 30 тысяч, а 300 тысяч или 3 миллиона, каждый ген имеет разное количество сплавиц изофоров. То есть, вот это биологическое разнообразие, оно значительно больше. И более того, если у нас есть методологии, методы, чтобы изучать вот это, сам ген, то методов, чтобы изучать сплавицы за формы, в общем-то, особенно у нас пока отсутствует. Что показывает сейчас наука? Молчащие мутации часто приводят к тому, что меняется сплайсинг. Вместо этой формы появляется это, а это, согласитесь, уже совсем другой филог. Другой компонент, другая точка приложения молчащих мутаций микро-РНК. Микро-РНК это маленькие участки ДНК, которые продуцируются специальными генами. Что они делают? Они регулируют работу генома, они связываются с большими РНК. Получается, что микро-РНК это новый компонент того, что знают биологи, знают медики, это новый компонент регуляции работы генов. Помните, я показывал, что микро-РНК играют роль, приведет ли папилломовирусная инфекция к развитию рака шейки матки или нет? Это регуляция генов. То же самое и здесь, что показывают все чаще и чаще, что мутация кажется молчащей, она не влияет на последовательность аминокислотного белка, но на связывание с регуляторной микро-РНК она влияет. И получается, хотя один кислотный состав белка не меняется, но при такой молчащей мутации может здорово меняться его количество, либо уменьшаться, либо увеличиваться. Почему? Потому что регуляция генов изменяется. Ну, самое интуитивное, понятное, то, что все хотят услышать, инновационные подходы к лечению рака, то, что интуитивно, казалось бы, просто. Я приведу несколько примеров. Наверное, самое главное, в прошлом году уже было это в слайдах, я думаю, что от меня много раз вы уже могли слышать это про аспирин и мутацию в гене посвенезитолкиназы, и не только от меня, это популярная история для рассказов. В чем и дело? Вот у нас есть активирующая мутация, это активирующая мутация отвечает за жизнеспособность клетки и может играть роль при возникновении опухолевого роста. за границей, прежде всего в Америке, ведутся колоссальные наблюдательные медицинологические исследования. Одно из них, те пациенты, которые оперировались по поводу рака толстой кишки, начиная с 70-х годов, наблюдаются всю оставшуюся жизнь. Получается, что, допустим, вот в этом исследовании 20 тысяч пациентов, которые от 70-х до 90-х годов были прооперированы по поводу рака толстой кишки. Ну, разумеется, посмотрите, за ними наблюдают и выясняется, что спустя 3-4 года кто-то из этих пациентов рецидивирует, а кто-то из этих пациентов не рецидивирует. В Америке огромная часть населения принимает аспирин. Либо для лечения воспалительных заболеваний, аспирин самое потребляемое лекарство в мире, потому что те люди, у которых хронические воспалительные заболевания, аутоиммунные и так далее, они регулярно принимают большие дозы аспирина, чтобы снизить воспалительную реакцию, либо сейчас стало в моде профилактика инфаркта, когда маленькие дозы аспирина, раньше было 320 мг в день, сейчас 81 мг в день, применяются для профилактики инфаркта. Посмотрите, вот таких больных большинство, у них нет никакой мутации вот в этом гене, их 83%, и у них риск рецидива абсолютно одинаковый, принимали они аспирин или не принимали. А вот у тех 17%, у которых мутация в этом гене есть, это 17% больных раком толстой кишки. посмотрите, те, кто не принимали аспирин, у них вроде бы вот эта даже кривая рецидива, она выше, чем здесь, то есть риск рецидива как бы повыше. А у тех, кто принимал аспирин, риск рецидива снижен почти до нуля. Ну удивительно, когда удается такую сложную проблему решить такими простыми дешевыми способами. Ну, всегда возникает вопрос, это одна публикация, всякая может быть. В прошедшем году вышла вторая публикация. Это публикация в Journal Clinical Oncology аналогичное исследование. Обратите внимание, здесь просто мутированные, не мутированные, больные, иначе расположенные. Разумеется, копирую графики со статьи. Здесь у нас мутация расположена слева, вот у нас мутированные больные, а дикого типа справа. Поэтому здесь колоссальная разница, да? А здесь в журнале просто расположили наоборот. Вот у нас мутация справа, а дикий тип слева. Посмотрите, абсолютно идентичные данные. Те, у кого мутация и те, кто принимал аспирин, практически нулевой риск рецидива. Но опять же, если с небес на землю, то мне кажется, это достаточное основание для того, чтобы тестировать именно прооперированных пациентов с раком толстой кишки. Здесь в основном сидят медицинские онкологи, которые занимаются рецидивирующим заболеванием, которое уже палеотивное. А основной это нагрузку в данном случае несут хирурги. И вот мне кажется, что вот этих двух исследований, в общем-то, достаточно для того, чтобы тестировать с больных с прооперированным раком толстой кишки на предмет наличия мутации, если мутация есть, назначать аспирин, потому что, по-видимому, это наилучший способ профилактики рецидива. Это два огромных проспективных исследования, потому что, в общем-то, за этими больными сознательно наблюдали длительное количество времени. Еще про лечение. Есть такой класс агентов, с которыми связывают очень большие перспективы. Иммуно-токсины. Что такое иммуно-токсины? Они состоят из двух компонентов. Токсин, это нечто выделяющееся бактерии, выделяемое бактерии, что приводит к гибели клеток. Все клетки, не зависимо на опухолевые, неопухолевые. Сами знаете, что такое токсикоинфекция, токсин, это плохо. Бактерии выделяют токсины поражают клетки влекопитающих. А как их доставить к опухоли? Это уже продукт генной инженерии. Берут токсин, связывают его с антителом. И если антитело распознает опухоли специфический антиген, нам надо иметь молекулу, которая синтезируется только опухолю, то тогда токсин прицельно доставляется именно к опухолевой клетке. То есть в данном случае слово иммуно-это антитело это способ доставки, а токсин это то, что поражает. На самом деле связать токсин с антителом намного проще, чем связать лекарства обычное химическое с антителом. Потому что тут просто сшил белки, это легко сделать. И получилась химера. А вот прикрепить допустим токсорубицин к антителу это задача абсолютно неотребиальная. Поэтому вот такие биологические способы лечения они имеют перспективы. Но в чем проблема? Токсины они распознаются иммунной системой организма. Получается, что эти иммуно-токсины они разрушаются. Что использовали авторы в клиническом испытании пациентов с мезотелиомой. Мезотелиома сами знаете не поддающаяся лечению химия нечувствительная заболевание. Они назначали иммуно-токсин в качестве мишени у нас мезотелин это белок который экспрессируется мезотелиомой. Но для того чтобы подробить разрушение иммуно-токсина они назначали иммуно-супрессирующие препараты циклофосфан и пентастатин. Ну циклофосфан онкологи знают а пентастатин это тоже в общем-то цитостатин который используется для лечения лейкозов. Матологи его используют. Он тоже иммуно-супрессор. И вот в такой компетенции что получается? Лечебный препарат биологического происхождения назначается но иммуно-система он не разрушается потому что иммуно-супрессия. Ну как следствие абсолютно небывалые для мезотелиома эффекты. Три из десяти больных отметили и еще два у них после того неудачи в общем-то лечения иммуно-токсином опухоль стала чувствительной химиотерапией что-то что-то с опухолем произошло. Еще одна интересная история которую опять же в нашем случае это аскорбиновая кислота злоупотребление или употребление аскорбиновой кислоты связано с именем Нобелевского ряда Лайнусом Полингом. Лайнус Полинг он получил Нобелевскую премию за изучение природо-химической связи он чистый химик. Но в 60-х годах его личный доктор ну как личный доктор участковый доктор Кирвин Стоун посоветовал ему принимать 3 грамма аскорбиновой кислоты в день. Ну вот это драже желтенькое которое в детстве там мы помним оно содержит 5 миллиграммов соответственно вот 3 грамма нет там 20 драже это 1 грамм то есть 50 миллиграммов 20 драже это 1 грамм ну соответственно коварет 60 драже сейчас появились более высокие дозировки Лайнус Полинг почувствовал себя лучше после этого перестал бореть с простудными заболеваниями и после этого применения высоких доз витамина С в Америке стал очень популярным потому что Лайнус Полинг он написал книжку про витамин С которая стала бестселлером и у него конечно были теории в основе этого в результате огромное количество людей раньше принимало от 3 до 10 граммов витамина С в день и в частности витамин С продолжает рекомендоваться без каких-то особых оснований несколько грамм применять когда кажется что протон кажется что гирусное заболевание это популярные вещи которые многие делают и которые не подтверждены испытаниям но тут есть одно но пытались применять аскорбиновую кислоту даже для лечения рака и Лайнус Полинг писал что видел эффекты но уже когда речь пошла о лечении рака были национальным раковым институтом в США организованы испытания больные принимали 10 грамм витамина С в день никакого эффекта не было но вот тут есть существенная разница оказывается если у вас внутривенная инъекция аскорбиновой кислоты то можно достичь уровень 200 миллимоний нет 10 миллимоний 10 миллимоний а если перорально принять препарат то максимальная концентрация которая достижима это ровно в 50 раз меньше 200 микромолий казалось бы какая разница пероральная или внутривенная это же растворимый витамин ничего подобного в 50 раз разница в сывороточных концентрациях и на это обратили внимание исследователи что они попытались они попытались лечить мышей от рака при помощи внутривенного введения витамина С высоких доз это доза которые эквивалентно ну примерно 100 грамм прием в день надо принимать чтобы попытаться достичь таких доз то есть невозможная родолировка что отмечаю действительно высокие дозы витамина С проявляют токсичность в отношении опухолевых клеток раз действительно в опутах на мышах лечения рака яичников наблюдаются потенцирующий эффект стандартной терапии кропоплантин ваклитокцил и самое главное попытались применять на пациентах ну по крайней мере происходит снижение токсичности ну опять же редкий случай мне что это импонирует не такетные препараты заоблачные а это в общем-то то что нам понятно и доступно и опять же речь о фармакокинетике нам ну мне допустим удивительно слышать что феновальные препараты могут по фармакокинетике так здорово отличаться от внутривенного введения хотя наверное это достаточно очевидные вещи раздел разное есть такое аутоиммунное заболевание склеродерма заболевание среднего ткани к счастью относительно редко оно все-таки существует склеродерму когда диагностируют там у них есть панель антител потому что известно что склеродерма связан с продукцией аутоантител а вот мишенью для антител может быть три молекулы это фермент рнк парамираза это фермент топа из амираза и это как-то белок ну вот так он называется белок который ассоциирован с центральтермией кстати все три белка имеют какое-то отношение к генетике клетки что отметили эпидемиологи много лет назад что почему-то вот эта разновидность склеродермы аутоимонного заболевания ассоциирована с последующим развитием рака а остальные две формы нет казалось бы заболевание одно и то же оно только на лабораторном уровне отличается но аутоимонного заболевания ассоциирована но какое-то другое нет что предложил Верхин Кричтайн один из самых известных молекулярных онкологов один из самых заслуженных декорированных что может быть вообще-то мы путаем причины и следствия может быть это пигментная ксеродерма это не фактор риска опухоли а маркер индоментной опухоли заболевания потому и возникает что рак уже есть он продуцирует сенситизирующие антигены а уже потом возникают заболевания и потом соответственно рожается рак что они сделали они взяли самые разные опухоли от больных у которых есть такие антитела и показали что в опухолях которые от этой разновидности пигментной ксеродермы у них есть мутация именно в этом гене то есть гипотеза правильная пигментная ксеродерма именно по такому типу антител это безусловный маркер того что в организме есть опухоль которая развилась и содержит мутацию вот в этом гене а вот две другие формы пигментной склеродермы извините склеродермы другие формы склеродермы они не имеют подобных мутаций не имеют ассоциации с раком ну опять же почему я говорю абсолютно немедленное практическое значение если видите редкого больного склеродермы маловероятно что он к вам придет но так или иначе если видите и это надо знать там анализ антител делают везде то есть не бывает просто диагноз склеродермы обязательно есть система которая выявляет какая из разновидностей это способ верификации диагноза видеть антитела вот если эти антитела видите значит там есть она все равно боится это то что до нас на такие пациенты не доходят они идут в клинику аутоиммунных болезней сначала но то что надо попытаться вот этому сообществу донести потому что такие больные они бывают эту работу сложно донести ее значимо сейчас полногеномное секвенирование и в частности в этой работе опубликованы результаты полногеномного секвенирования 7000 опухолей ну какие выводы во-первых опухоли здорово различаются по количеству мутаций максимальное количество там где мы этого ожидали опухоли легкого опухоли меланомы те которые индуцированы воздействием канцерогенов а минимальное это лекемия у детей которые фактически клональные которые связаны одной мутацией ну и плюс как всегда в таких случаях появляется классификация сейчас больше 20 разновидностей опухолей которые ассоциированы с разными портретами мутаций все спасибо за руку и все таки получается как раз к последнему слайду полное геномное секвенирование получается дает возможность произвести генетические фраги от опухоли полностью для каждой фактически локализации и так далее на сегодняшний день получается опять же по поводу на некоторых конференциях все больше исследований вводится к тому что назначать лекарственные препараты в зависимости от этого мутиводного крови по аналогу бездок локализации дара трех делается и все таки опять же на этих же конференциях не показалось ли вам что больше сбит идет в сторону микроокружения в сторону гимонологии и так далее все таки с вашей точки зрения получается что важнее опухолевая клетка где уже фактически может быть искать это ничего потому что есть полная гимонезик лекарственная препарата и мы знаем мишень и при этом взаимоопределенная эффективность и все таки это микроокружение и вот что-то такое общеизвестное на каком-то индуитивном уровне микроокружение иммунные иммунные нервы и так далее и так далее способ усыпить аудиторию это рассказать и все на самом-то деле это не то что это моя мысль я считаю что я не в праве так сказать высказывать подобные программные выступления потому что все это важно но вообще-то честно говоря много специалистов считает что когда у нас стало доступно полнотеномное сиклинирование то проясняется что у нас потенциальных помешений очень мало на самом-то деле меньшин ствол опухоли имеют потенциальные мишени примерно 20% даже там где они есть ну то что больше всего я люблю рассказывать наиболее такая типичная история успеха ИРС Сатарцеба сейчас новые препараты появились и мутация гений GFR увеличивать продолжительность жизни на 12 месяцев примерно 2 раза время до прогрессирования 8 до 12 месяцев но согласитесь когда мы говорим про лечение лекарства против врага мы подразумеваем большее увеличение продолжительность жизни и по крайней мере несколько последовательных возможностей к сожалению этого нет потому что все что вы возьмете даже вот там где уже есть там ИРА еще там меньше данных и поэтому многие пессимисты или реалисты как хотите говорят о том что в общем-то по-видимому изучение мутационных портретов оно дало колоссальный вообще скачок вперед но совершенно очевидно что у этого направления есть ограничения и оттуда выход какой пытаться искать более универсальные свойства опухоли которые присутствуют не в конкретном гене а которые присущи всем опухолям и вот тут то что называется микроокружение это и механизмы связанные с развитием метастазирования потому что клетка когда она формирует метастаз ей нужна благоприятная ниша и локальный иммунный ответ и антиогенез энергетический ответ там по крайней мере доступны подходы которые кажутся на сегодняшний день универсальными ну и в частности вот это исследование просто я когда сортировал слайды перепутал пропустил посмотрите вот меланома ну то что ультрафиолет вызывает меланома мы это знаем почему вызывает мутации Евгений Бераф вызывает а дальше меланома прогрессирует а тут опыт это мыша брали уже готовую первичную меланому и облучали и ультрафиолетовым лучами и оказалось что уже в готовой меланоме первичной облучением ультрафиолетов продуцирует антиогенез продуцирует воспаление продуцирует гелатогенное метастазирование то есть в данном случае ультрафиолет выступает не только как фактор вызывающий мутации но и как фактор воздействующий на микроокружение но оттуда опять же вполне понятны рекомендации злоупотреблять загорание злоупотреблять и так далее и так далее это как раз индикаторы и на самом-то деле вот все сейчас попытки создавать иммуномодуляторы создавать метаболические препараты но они конечно выглядят новым направлением которое имеет перспективу как по вашему мнению почему не изучается возможности скажем так какого-то фармакологического воздействия с учетом мутации и работы генов и уточных зрений метаболизма почему как-то у нас получилась такая ситуация что у нас лошадь стоит несколько позади терения лекарства как по вашему мнению на самом-то деле теория метаболизма она была очень популярна в 80-х годах благодаря работам окна Барбаха и более того целые пласты исследований в 60-х годах они были основаны на том что универсальное свойство опухоли это целый ряд нарушений метаболизма ну в частности например опухоли поглощают большое количество трептофана трептофан это предшественник локального иммуносупрессора есть такой фермент в одних опухолях это индоламин деоксикиназа в других это другая разновидность близкого по функции фермента эти ферменты конвертируют трептофан в локальный иммуносупрессор эксперименты на мышах показывают если угнетать этот фермент будет противопухолевый эффект металлицин-С очень известный препарат изначально разрабатывался как препарат который активируется в кислой среде а вот этот БИК-ПХ за счет метаболизма за счет воспаления он для опухолей характерен то есть изначально когда идея разработки она основывалась на том чтобы использовать именно метаболические особенности опухоли сейчас целый ряд в общем целый пласт работ он именно связан с изучением метаболизма и определенные наработки там есть они просто в отличие от испытаний ингибиторов отдельных молекул пока еще не вышли в понятные нам фазы клинических испытаний потому что создать ингибиторы отдельные молекулы технически проще чем все эти собирательные вещи но что-то там уже есть именно именно исходя из этой идеологии еще вопросы есть? спасибо большое спасибо